Семена хлопчатника, которые на Луну доставил корабль из Китая, проросли. Это значит, что в будущем астронавты могут выращивать для себя пищу в космосе. Луноход из Поднебесной приземлился на обратную сторону спутника, ту, которую не видно с Земли, для того, чтобы изучить поверхность. Пока Китай занимается земледелием в космосе, Россия и страны Европы готовят к высадке астронавтов. Специалисты Российского института медико-биологических проблем вместе с коллегами из Европейского космического агентства и Лондонского научного музея обсуждают, как избежать возможных рисков. Наиболее близкое нам стремление – это полет на Луну, создание там базы. Например, американцы вместе с нами ставят станцию Deep Space Gateway, в рамках которой, собственно говоря, проводится в том, в частности, проект Sirius. И Луна – это тоже будет сообразная база для отработки технологий для будущих межпланетных перелетов, потому что то, что происходит на Луне, там уже немножко другой уровень автономности. Там начинаются другие эффекты, связанные с тем, что там совсем другие магнитные поля, там повышенный фон радиации. Ну и, конечно, там это очень хорошая платформа для отработки технологических различных средств для доставки уже экипажа на более длительные космические полеты. Более длительные полеты – это экспедиция на Марс. Дорога в дальний космос займет от 6 до 9 месяцев. Настолько долгое пребывание человека в условиях безвоздушного пространства может спровоцировать массу болезней. Это ослабление иммунной системы, депрессия, но самое главное – поражение радиацией. На Земле от космического излучения спасает атмосфера. В безвоздушном пространстве защитить человека от летальной дозы потока энергии некому. Поэтому сначала на Красную планету посылают беспилотник. Это совместный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса. Если все получится, уже в июле следующего года мы вылетим от Земли и должны прибыть на поверхности Марса в марте 2021 года. Особенность этой миссии именно в том, что этот наш марсоход, у него будет будильная установка, которая может до глубины 2 метра сверлить именно в грунт и достать грунт от Марса. И на том же месте, в самом марсоходе, находится маленькая такая лаборатория, которая в состоянии анализировать эти пробы, которые были доставлены из грунта. Только после детального изучения Красной планеты ученые хотят отправить человека в дальний космос. Это 26-й год, экипаж из 4-х человек. Организаторы проекта Mars One планируют создать на территории спутника Солнце колонию. Стать первыми временными жителями Красной планеты изъявили желание 202,5 тысячи человек из 140 стран мира. Колонизаторы проходят несколько этапов отбора. Сначала им необходимо изобразить годовой полет на Земле. Именно так сейчас тренируют астронавтов, которые отправятся на Луну. В трех таких имитационных полетах уже участвовала ученый Елена Лучицкая. Естественно, нельзя воссоздать невесомость. А все остальное практически так, как происходит на борту Международной космической станции. Это те же средства гигиены, отсутствие душа. Это такой же распорядок дня. Либо психологи имитируют какую-то нештатную ситуацию, или техники. Это может быть отключение электричества, например, разгерметизация одного из модулей. Необходимо действовать либо по инструкции, либо по указаниям Земли. Главное указание Земли одно – вернуться живыми и максимально здоровыми. Ведь звезды награждают не только неповторимыми впечатлениями, но и профессиональными болячками. В полете астронавты чувствуют себя в четыре раза тяжелее собственного веса. Из-за тока крови от головы есть риск потерять сознание. На вторые сутки у некоторых опухает лицо, другие чувствуют тошноту и рвоту. Но самое главное – спустя неделю после запуска в космическое пространство из-за отсутствия силы тяжести тело начинает деградировать. Но вопрос в том, какое влияние оказывает движение на изменение мышц. И наша задача – измерить это. Поэтому мы разработали специальные устройства, позволяющие контролировать, как меняется состояние мышц космонавта в длительном полете. Научные наработки ученые из России и Европы обсуждают на встрече в музее космонавтики. В связи с Москвой заместитель главного хранителя научного музея Лондона Даг Милард. Он рассказывает о сотрудничестве двух государств в области космонавтики. Оказалось, на Туманном Альбионе очень хорошо знают историю освоения безвоздушного пространства Советским Союзом. Если российским космонавтам удастся воплотить все планы по покорению дальнего космоса, в выставочных залах появятся новые российские имена. Много русских и людей других наций побывало в космосе. Они жили в этих непривычных для нас условиях – отсутствия гравитации. Мы стараемся следить за интересными историями, за живыми свидетельствами подвигов. И надеемся, что в нашей коллекции будет больше личных историй, связанных с космосом. Российские ученые уверены, коллекция Лондонского музея пополнится однозначно. С такой подготовкой астронавты обязательно покорят и Луну, и Марс. Анастасия Шкетина, Андрей Костров, ТВ, Брикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова